красиво а вот это не красиво и так что вы понимали этот бак я перекрашиваю уже третий раз ничего это опыт я учусь ну что в общем в этой серии я отдал раму на покраску я ее полностью переварил отдал колеса на покраску заказал новые подшипники новые амортизаторы ну в общем раскидал мотоцикл на мелкие запчасти и еще покрасил мотор теперь я занимаюсь баком так что это неделя с ижом была на самом деле очень потно и сейчас я подробно вам в ролике об этом всем покажу в прошлом ролике я купил этот мотоцикл всего за 100 баксов и решил восстановить его до нормального состояния обязательно советую заценить кто еще не видел а учитывая что таких мотоциклов у меня не было я ни разу не разбирал мотор да и вообще подобным не занимался я решил попробовать восстановить старый мотоцикл до нормального состояния огромная благодарность всем ребятам кто помогал мне в комментариях я в конце ролика обязательно отвечу на самые актуальные вопросы а теперь расскажу на каком этапе восстановления сейчас мой юпитер какие планы и какой все-таки вариант восстановления я выбрал все это смотрите прямо сейчас по-братски поддерживайте этот проект лайком комментариям предлагайте свои идеи я с радостью почитаю все это и в одном из следующих видосов дам ответ на самые интересные вопросы формате видео а после того как я раскинул весь мотоцикл по кускам разобрав его на составляющие судя из ваших комментариев да и вообще и здравого смысла я решил отдать раму на пескоструй и порошковую покраску но для начала нужно произвести с ней некие манипуляции сегодня достал раму после разбора и зачищаю ее для того чтобы по срезать все остатки то есть вот эти концевики которые нужны для нижней подножки я буду делать боковую лапку которая выкидывается на на бок я посрезаю все вот эти крепления которые но не будут использоваться мотоцикле и потом это все зашлифую и скорее всего отдам на покраску потому что ролик я только выпустил читал ваши комментарии и большинство конечно вас заголосует за то чтобы мотоцикл был пушкой гонкой для пазана из райцентра сначала срезаю все лишнее далее еду покупаю амортизаторы применяю новую методику крепление амортизатора чтобы этот мотоцикл больше похож я даже не знаю на что типа на скрамблер и очень хочу чтобы вы в комментариях дали этому мотоциклу название как это было бы не банально но лучшее название среди тех которые вы выберете в комментарии и за лайкайте тот самый коммент будет использоваться для данного агрегата так что погнали учитывая что изначально из юпитер показался мне не особо тяжелым мотоциклом я все равно решил срезать с него все лишнее то есть все то что не будет использоваться мной и конечно же изменить конструкцию рамы чтобы придать мотоциклу более агрессивного вида но самое главное сохранить вот тот самый аутентичный стиль ведь очень круто было бы в итоге получить тот самый советский мотоцикл но с более приятным внешним видом максимально облегченным насколько это конечно возможно и главное сохранить в нем все оригинальные детали придав этому всему щепотку уникального стиля для порядочного деревенского опецка а еще мои порядочные опецки играют со мной на желтом сервере amazing crmp речь идет про россию в онлайне если вкратце то игра представляет собой развитие своего персонажа с нуля я рекомендую начать вам с квестов чтобы познакомиться с игрой эти квесты вы сможете найти сразу после регистрации в игре для этой игры не нужен мощный пк все что вам нужно сделать это перейти по ссылке в описании скачать лаунчер зайти на amazing желтый сервер ввести свой ник формате растян пантелеев и после регистрации в игре указать промокод растян который конечно же на пятом и на десятом левеле даст вам деньги и автомобиль навсегда у нас есть конечно же свой особняк и свое семейство так что вступай к нам семью и будем покорять область вместе хоть у меня и есть полуавтомат но нет баллона co2 потому хардкорные работы по перевариванию конструкции рамы были выполнены деревенским методом обычным электродом понимаю что далеко не у каждого дома стоит полуавтомат потому я вас как новичок в этом деле уверяю при желании раму мотоцикла можно переварить обычным сварочным аппаратом правда и зачищать сварные швы после работы придется чутка дольше этот нарисованный писюнчик всего лишь ухо для крепления двигателя к раме мотоцикла которое изначально было с косичком не в зубах конечно но с дефектом потому чтобы довести раму до лицеприятного вида нужно было переваривать и его как видите друзья мои лишь теперь после колхозной переделки рамы больше стал похож на скрэмблер что ли ну в общем я понимаю что этот проект импровизация в чистом виде так как я не инженер не проектировщик но наглядно прикинув как оно должно выглядеть понял что продвинутый ишь одиночка с двухцилиндровым мотором под жопой должен сохранять тот самый вид ижа а не быть мотоциклом для бэтмена где после такого беспощадного деревенского тунинга мотоцикл будет попросту не узнать а теперь присмотритесь к тому что я придумал дуга в виде изогнутой 20 миллиметровой трубы не что иное как визуальное дополнение для ижа как по мне между мотором и баком слишком много пространства срезать и укорачивать раму не охота но вот скрасить нижний контур бака вот таким дополнением я посчитал идеальным решением никакой силовой нагрузки это дуга не несет но должна придать мотоциклу уникальные очертания чего ему как по мне не хватало рама почти готова я уже сегодня должен был отвести ее на пескоструй но на четверг скорее всего ближайшая дата я такой думаю ну что терять время давай-ка ее немножечко усовершенствую короче я решил доварить вот такие боковые направляющие под бак это придаст во первых внешнего вида мотоциклу другого потому что у юпитера когда двигатель стоит на раме он выглядит просто как будто там какая-то пустота и эту пустоту надо чем-то заполнить собственно вот контур бака эта трубка будет контуром бака и еще может быть я одну направляющую сделаю но я не знаю надо будет посмотреть самое главное чтобы блин чтобы она смотрелась вот просто офигительно на вот вами финальный вид рамы из юпитер деревня колхоз обзавелся новой уникальной укрепленной рамой положение амортизаторов имеют наклон градус наклона измерялся сверхточным глазомером уникальные контурные дуги придающий мотоциклу более приятного внешнего вида и подчеркивающий контуры бака ну и конечно же максимальное облегчение и сидение для одной малогабаритной попки далее я собирал все детали чтобы определить что уйдет на порошковую покраску а что я буду красить вручную но прежде всего нужно было очистить все это от масла и грязи то закрой что ты там лайфс о спасибо значит смотрите друзья мои траверсу снял на порошковую покраску по поводу задней защиты цепи посмотрим смогут ее хотя бы от песка струить уже покрасить я ее покрашу сам скорее всего рулецкие тоже будет краситься порошком если конечно это возможно все отвезу покраску спрошу ну что можно с этим сделать это переднее колесо тут на удивление посмотри колодочки видите но не скажу что они ну хорошие ну там новые да но они еще в более-менее нормальном состоянии я даже их менять не буду только смазать и все будем чики-пики снял две передние ножки на покраску тоже на порошок отвезу ножичка тормозная к моему большущему удивлению перо вилки смотрите я не скажу что она идеально работает но она вполне нормальная то есть его я даже возможно не буду перебирать и не буду покупать ремкомплекты потому что вилка рабочие займусь только ее косметическим видом но и последнее и самое важное рама вот такую боковую трубу доварил для того чтобы когда бар ставится вот это нижняя линия подчеркивала бак а то получается у ежа есть проблема когда бак становится ты видишь вот этот нижний кантик некрасивый вообще не привлекательный мне это вообще не нравилось никогда и я решил немножечко модернизировать этот внешний вид не ругайте меня сильно за качество сварного шва я всего лишь практикуюсь и делаю это впервые руки трясутся иногда просто от страха чтобы не запороть проект честно говоря я чутка переживаю чтобы не сделать какой-то кусок говна потому что в голове затея как вы наверное знаете выглядит несколько иначе нежели конечный результат после модернизации особенно если в этом деле ты нуб ну а теперь нужно собрать в кучу все детали и отвести на покраску по срокам это как минимум неделя времени так что уже в следующем видосе братва вы увидите красивую покрашенную раму колеса руль крышку заднего колеса и прочие мелочи и в следующей серии я начну его собирать ну а следующий этап это очистка и покраска двигателя перед мойка я не знаю правильно нет я залил немного масла прямо в цилиндры и на всякий случай закрыл коллекторы тряпками чтобы минимизировать попадание воды сначала я пытался очистить всю эту грязь с маслом обычной смывкой но понял что смывает она так себе а вот активная пена для мойки автомобиля справляется с этим куда лучше так как наносится легче и моет намного лучше самые засаленные детали я окунул в раствор с авто пены и скажу вам спустя полчаса водных процедур качеством очистки я был максимально удивлен вот вам собственно такой маленький лайфхак вы только посмотрите как очистились детали просто полежав в воде с этим авто шампунем чутка поработать кисточкой будут как новые все это нужно было протереть тряпочкой и уже перед установкой я нанесу конечно же новую смазку двигатель как видите после мойки тоже имеет достаточно приятный вид мастерской приступил к очистке движка от старого герметика шлифовки блока перед покраской конечно же подбору новых болтов так как старые болты под плоскую отвертку ну сами понимаете такая дичь неудобная да и вид у старых болтов ну такое себе все новые болты под шестигранники только из нержавейки прочность у них вроде как около 8 но и теперь после очистки мотора от грязи пыли и масла пришло время красить движок совмещая деревенский способ восстановления байка на покраске мотора я решил слегка сэкономить и задуть его с баллона обычной жаростойкой краской не мне судить как получилось но другого способа превратить этот старый потрепанный жизнью мотор в нечто более лицеприятное у меня не было да и красить мотор задача несложная краска ложится равномерно перекрывает некоторые мелкие изъяны и по финалу результат ну для меня лично был прям впечатляющим а вот касательно того чтобы перебрать движок и поршневую я расскажу подробнее уже в конце ролика короче друзья сначала я по выкручивал все болтики из крышек с одной из другой для того чтобы ну вообще понять откручиваются они или нет далее я завертил их обратно все покрасил и теперь после того как крышки были закрашены я по вкручивал сюда все болтики из нержавейки просто так кайфово смотрится вы посмотрите а теперь момент истины я не знаю насколько действенный способ зажарки такой краски как долго она будет держаться боюсь что при попадании топлива на двигатель красочка будет потихоньку смываться но учитывая как смотрелся мотор да и каким стал после согласитесь 100 гривен или 300 рублей на баллон краски стоит того чтобы придать движку более свежий вид последний этап это бак красить его баллоном я решил на случай если до времени сборки мотоцикла мне не сделают и не перекрасят другой бак специалист по покраске я такой себе конечно и на холоде в о чем я не знал краска стекала по баку и привести в нормальный вид его с первого раза не получилось потому сначала чистка потом грунтовка и наконец-таки покраска оставленные потеки нужно будет зачищать и наносить красочку по новой но я все равно экспериментирую чтобы понять принцип и конечно же своими руками привести его в нормальный внешний вид хоть и сейчас смотрится все это не очень но уверяю вас к финалу проекта все будет в лучшем виде в этом деле по восстановлению мотоцикла мне очень помогает компания днепро м как инструментом так и расходниками многие из вас знают что пользуюсь их инструментом я уже не первый год и это лучшее соотношение в плане цены и качества на рынке украины знаю что многие из вас имеют в своих гаражах и мастерских кучу всяких ништяков от днепро м но не могу не напомнить что сейчас на сайте днепро м просто мега привлекательные скидки из различных категорий от ручного инструмента до аккумуляторной линейки я знаю что порядочные опецки рекламу не пропускают так как они понимают что порядочная компания поддерживают порядочное восстановление ижа а я в свою очередь хочу разыграть для вас рандом на пять ножей одни про м все что от вас нужно это поставить лайк под видос написать комментарий и оставить обязательно ссылку на любую вашу соц сеть победителя определим через рандомайзер уже в следующем видосе и для вас я как всегда оставляю ссылку на саде про м загляните уверен вы не останетесь равнодушным от таких цен и превосходного качества инструмента а вот это перо от ищ юпитер 3 я его перекрасил вот такой уникальный цвет и я думаю многие из вас понимают какой цвет будет в итоге короче ладно за спойлер цвет будет белый черный и оранжевый но для начала давайте я почитаю комментарии и отвечу на вопросы под прошлым роликом потому что это крайне важно ну так чтобы понимали действуя в правильном направлении или нет и после этого вы уже напишите в комментариях а ну насколько верна моя тактика саша даровки пишет что зажигание cd и стоит и с электрикой проблем не будет а фильтр лучше оригинальный поставить и да сразу все сальники поменяют глянь на поршневую значит смотри сайт по поводу разбора двигателя я стремаюсь я реально очкую разбирать мотор потому что я купил из юпитер за 100 баксов и сейчас если вдруг я разберу мотор раскидай его на части и вдруг потом не соберут то этот проект будет называться не ищу питер за 100 баксов а рама от юпитера с разобранным мотором так что сань если даже я буду разбирать мотор то этот я поставлю на мотоцикл я закончу проект он поедет и только после этого можно будет снимать двигатель и заниматься мотором отдельно или купить отдельный мотор так чтобы в любом случае при каких-либо обстоятельствах мотоцикл был на ходу crazy dodo tor пишет на самом-то деле есть желание увидеть что-то в среднем между колхозным тюнингом и дорогим восстановлением так мы собственно и поступим родион андреевич пишет что такой фильтр нулевик ни в коем случае не ставь лучше оригинальный но точно не такой палычем проверено на его минске через такой фильтр вся вода пыль и грязь отлично залетает в карп я тебя услышал братуха и кстати я смотрел видос палыча только не про минска про ишка ферейсер вот недавно кстати посмотрел палыч с ногой выздоравливай палыч крепись братуха вот не хворай ишка ферейсер просто невероятный и когда я начал заниматься этим ижом я видел твой видос принципиально не хочу ставить такой же моноамортизатор потому что у тебя в видосе такое было и все-таки в своем проекте я делаю ну как-то по-своему хотя знаешь когда посмотрел видос все равно ты вспоминаешь тот самый ролик на проект который тебе очень нравится и все равно ты ему подражаешь так что палыч респект братуха выздоравливай по поводу нулевого фильтра карбюратор я почистил полностью перебрал жиктлер и как вы говорили я там при перемыл но в общем он ах он теперь хорошо пахнет смотрите тут в чем суть вот он этот самый нулевик и я думаю на него просто купить такую знаете огромную поролоновую хрень по пропитать ее маслом и сверху вместо вот этого кожуха сделать другой кожух и соответственно вот этот нулевик будет практически такой же по состоянию как тот масляный оригинальный но место будет занимать меньше вы поняли возможно я найду еще другой фильтр по поводу фильтра я услышал и принял к сведению черный пишет надо поставить трубу от планеты 5 так как ты сделал колено под одну трубу а старая труба будет душить мотоцикл и он не будет ехать черный я тебя услышал это придаст мотоциклу просто невероятного ну современного вида конечно на две трубы ты сам понимаешь два колена две огромные трубы прям аж за заднее колесо ну смотрится она ну так себе ну я понимаю есть любители ну как бы классических мотоциклов которые кайфуют от этого вида я хочу его во первых облегчить во вторых сделать из него более компактную версию урезал я это все для того чтобы ну придать ему максимально приятного вида если он вдруг не будет ехать то эти две трубы я пущу в параллель то есть две трубы будут идти одна возле другой и душиться тогда он точно не будет но давай сначала проверим то есть мы поставим сюда как в этом говорили резонатор большую выхлопную трубу может он будет но немного громковат но в то же время он будет прикольно очень прикольно смотреться мотоциклом занимаюсь потихонечку и привожу его в нормальное состояние но много чего нужно будет сделать вроде так смотришь сначала но ничего такого особенного и это учитывая то что я вообще еще пока что не лез в мотор вы представьте чтобы перебирать поршневую заменять все эти прокладки там шлифовать головки менять цилиндры поршни кольца коленвал пальцы что там еще подшипники да с ума сойти но с чего-то в любом случае нужно начинать так что давайте ставьте лайки и погнали в Близимся к утру, а колбаса не сметь Видосик поезжу, и теперь стараюсь обгадеть Подбираю четкий базик, братика порадовать Подбежаю завтра ролик, буду заебательный Я, пожелаю колбасам